В эфире РБК, региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. В Пашкортостане в первом квартале этого года реализовали 19 инвестпроектов на 1 миллиард 300 миллионов рублей. Это позволило создать 270 рабочих мест. Об этом сообщили в правительстве региона. За три месяца этого года количество представителей малого и среднего бизнеса в республике выросло на 3% до 131 тысячи. Премьер-министр правительства Андрей Назаров отметил, что для развития предпринимательства профильному ведомству необходимо активнее привлекать малый и средний бизнес в конкурсы на получение грантов. С учетом, что на федеральном уровне достаточно много различных мер поддержки, надо максимально вовлекать наших предпринимателей, чтобы они могли воспользоваться малый и средний бизнес вот этими льготными кредитами и в целом мерами поддержки федеральными. Поэтому здесь работу надо вести и расширить эту работу для того, чтобы точно до всех предпринимателей дойти, посмотреть, чем можно поддержать на региональном уровне, на федеральном уровне. Это финансовая, в первую очередь, поддержка очень важна. Напомню, в прошлом году малый и средний бизнес региона из федерального и регионального бюджетов получил гранты в общей сложности в 1 миллиард рублей. В этом году сумма может быть увеличена. Ранее глава республики поручила расширить меры поддержки предпринимателей, а также внедрить механизм поддержки стартапов. Планируемая к созданию особой экономической зоны Урал в Башкортостане до 2030 года может привлечь 20 миллиардов рублей инвестиций. Об этом сообщил министр предпринимательства и туризма республики Рустам Авзалов. За это время на территории планируют реализовать 12 инвестпроектов. В частности, построить развлекательные комплексы с гостиницами, глэмпинги, горнолыжные курорты и Кетау, туризм Башкирии, а также расширить уже действующие Абзакова и Мраткина. Реализация последнего, к слову, позволит центру стать вторым в стране по общей протяженности лыжных трасс – 56 километров. После расширения на курорте появится более 1000 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 9 миллиардов рублей. Но, смотрите, это 9,5 миллиардов – это ранняя история. Когда мы его упаковывали и расчетно считали, что порядка 10 миллиардов – это будет концессия. Но концессия оказалась для республики неподъемной. Поэтому все-таки мы сейчас ее оставляем на открытую концессию. Также в рамках проекта предусматривается строительство отелей трех-четырех звезд. Общим номерным фондом на 1400 номеров, а также необходимые инфраструктуры – банные комплексы, рестораны. В настоящее время Министерство предпринимательства и туризма готовит заявку для создания особой экономической зоны. Предполагается, что ее направят в Министерство экономического развития страны в сентябре этого года. Новая преференциальная зона расположится в Бурзианском, Белорецком и Обзелиловском районах. Ее площадь составит 15 квадратных километров. Сибайская подростковая команда «Горняк» стала обладателем Кубка на турнире по хоккею памяти Героя России Минигалеша и Муратова. Церемония награждения прошла накануне в столице Зауралия. Игры проходили в течение нескольких дней в Ледовом дворце Ирандык. Всего в межрегиональном турнире приняли участие шесть команд. Это «Горняк» из Сибая, «Агрегат» из Сима, «Школа советского хоккея» из Магнитогорска, «Сапсан» из Кумертава, а также «Стрельтамагский Орлан» и «Коршуны» из Тюльгана. За неделю провели 19 игр, в ворота Завеля в общей сложности 173 шайбы. Организаторы отмечают, что проведение соревнований преследует две важные цели. В будущем может превратить Сибай в столицу детского хоккея республики. Теперь мы сделали этот турнир ежегодным, и он сразу нацелен на два направления. Это и развитие спорта, в данном случае, любительского детского хоккея. А второе направление – это, безусловно, укрепление патриотического воспитания молодежи, подрастающего поколения. Что очень важно, чтобы дети знали, стремились к спорту, развиваться к здоровому образу жизни. Ну и, конечно, знали своих героев. Собственно, для этого мы этот турнир и сделали в память нашего легендарного земляка, Менигали Менгаловича Муратова. Здорово видеть их глаза, улыбки, с каким желанием они выходят, играют. Это всегда большой праздник. Тренировки тренировками, но прекрасно, что организуются такие турниры. Приезжают ребята из разных областей и уже здесь соревнуются и получают большое удовольствие. Самое главное. Молодых хоккеистов вовсю поддерживала команда болельщиков, преодолевших сотни километров до Сибая. Среди них родители, тренеры, друзья, ребят. Они также говорят, что подобные турниры не только привлекают молодежь заниматься спортом, но и повышают патриотическое воспитание. В рейтинг лучших вузов России вошли шесть университетов Башкортостана. Исследование провел HeadHunter, оценив квалификацию и спрос среди работодателей на выпускников 400 вузов страны. Наиболее высокую позицию занял Уфимский государственный нефтяной университет. 53 место. Далее следует Башкирский госуниверситет. 67 место. Уфимский авиационный занял 167 позицию. Напомню, что сейчас УГАТУ и БАШГУ объединены в Уфимский университет науки и технологий. Аграрный университет занял 233 место. И Башкирский педуниверситет, а также медицинский университет заняли 300 и 396 позиции соответственно. В 2023 году РИАТ ВУЗов получит более 1,3 млрд рублей финансовой поддержки по программе «Приоритет-2030». Мы направляем средства на разработку новых образовательных программ, детевых образовательных программ и привлечение компетенций к нам в университет. Это в виде грантовой поддержки под приглашение ведущих ученых. Очень много отправляем на стажировки в ведущие научно-образовательные центры наших сотрудников. Вот, собственно говоря, ну и немножечко у нас расходы связаны с ремонтами. Потому что покупаем оборудование, под это, соответственно, делаем ремонт в научных лабораториях. Программа «Приоритет-2030» запущена в 2021 году, продлится 10 лет. Сейчас в ней принимают участие 129 российских университетов. ВУЗы ежегодно должны подтверждать соответствие критериям этой программы. Управляющие компании в республике предложили наказывать за сокрытие данных о состоянии многоквартирных домов. Проект соответствующих поправок подготовили депутаты госсобрания. По мнению авторов, эта мера позволит навести порядок в программе капремонта. Документам предлагается ввести административную ответственность для лиц, осуществляющих управление домом или оказывающих услуги по содержанию ремонта имущества. За сокрытие или предоставление неполных сведений о техническом состоянии дома должностных, лиц предлагается штрафовать от 2 до 3 тысяч рублей. Предприниматели от 5 до 10 тысяч, юридические лица на сумму до 30 тысяч рублей. Депутаты указывают на то, что из-за неточной информации региональный фонд капремонта неправильно определяет приоритеты при проведении работ. И штраф заставит компания более тщательно следить за своими объектами. Подобные меры уже действуют в Калмыкии, Пермском крае, Волгоградской и Московской областях. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.